Полдня в школе, полдня за домашним заданием. Несколько часов уходит у нынешних школьников, чтобы подготовиться к учебному дню. Впрочем, выход есть. Это сервис Яндекс.Учебник. Он за короткий срок полюбился и ученикам, и учителям. Ведь они также тратят много времени на проверку заданий. Это задание по русскому и математике с 1 по 5 класс, которое учителя могут выдавать детям для отработки предметных умений. Метапредметных умений, как принято сейчас говорить в современной школе, которые позволяют автоматически проверять эти задания. Это помогает учителям меньше тратить времени на проверку, с одной стороны. А для детей это моментальная обратная связь. В среднем на выполнение заданий уходит не более 10 минут. Они выполнены в виде карточек. Темы и уровень сложности можно выбирать самостоятельно. Одни ульяновские учителя уже успели освоить сервис, другие только тестируют его. А на Яндекс.Фестиваль они приехали. Поделиться опытом. Здесь сервис помогает, наверное, говорить с ребенком на одном языке, на его языке. И вот в этом, наверное, главный плюс этого ресурса. Ученики сейчас очень разные. В одном классе сидят учащиеся с разным уровнем развития. Это есть и дети, например, как в моем классе, есть дети с ограниченными возможностями здоровья. И, соответственно, такой ребенок, ему очень трудно писать. И это выход. Впрочем, Яндекс.Учебник не единственный образовательный проект компании. Учителя информатики в работе используют продукт Яндекс.Лицей. Он позволяет в теории и на практике обучать школьников программированию. А для педагогов по музыке помощником становится сервис Яндекс.Музыка. И педагог должен быть очень компетентен в этом едином цифровом образовательном пространстве. А значит, он должен обладать некоторым набором цифровых умений, навыков, способностей, компетенций, чтобы разговаривать с ребенком на одном языке. Как отмечают специалисты, современные дети не разделяют реальный и виртуальный мир. Значит, и образовательное пространство должно быть единым. Елена Тимонина, Екатерина Лазарева, Герман Баранов, Вести, Ульяновск.